Слава Богу, что мы можем вместе быть на этом месте, молиться и искать нашего Господа. Я перед нашей молитвой хотел бы поговорить о одной теме, о том, какой ценностью является молитва в нашей жизни. Чтобы все задумались о нашей жизни и оценили, какой ценностью является молитва в нашей жизни. Знаете, мы в нашей жизни каждый день очень часто оценяем разные вещи. Когда мы что-то покупаем, куда-то едем, с кем-то время хочем провести, во всем является какая-то ценность. И то, что больше ценное нам, то мы выбираем и делать. То, что является большей ценностью для нас, то мы то выбираем, то купляем. Что, где мы больше ценим временем, туда мы, наверное, поедем, там мы время проведем. И знаете, иногда и в нашей духовной жизни также есть очень ценные вещи, которые очень важны и очень дороги. И очень часто эти ценные вещи мы очень низко оценяем, очень низко они в нашей жизни порой бывают. Когда они очень ценные, эти духовные вещи, очень ценно быть в молитве с нашим Господом, общением. Но очень часто мы не очень этим ценим. И я слышал один пример такой. Было какой-то дом уже старый, там остались вещи и решили их на акшене продать. Они были очень, ну там много вещей было, и они все продавали. И там была одна скрипка, которая уже была старая, пыль была вся в пыли, очень некрасиво смотрелась. И они за нее, ну, на акшене говорили, кто даст несколько долларов, кто там 10 долларов дадит. И она в цене не очень была, ее уже решили отдать кому-то. Ну, пришел там один человек, который хорошо понимал музыки, понимал хорошо, особенно в скрипках. И он посмотрел на нее, кто ее сделал. Когда она была сделана, он ее протер, настроил и начал играть. И он очень хорошо играл, очень красиво звучало. И он знал, сколько она, кем она была произведена. И это была очень дорогая, дорогая скрипка. И после этого, как люди услышали, как узнали, уже не было несколько долларов, насколько люди давали, но они давали тысячи, чтобы приобрести эту скрипку. И знаете, порой в нашей жизни мы все знаем, как цена молитва, но очень часто она, как эта скрипка, припадает пылью. Порой в нашей жизни оно становится как бременем или тем, что нам кажется, нам нужно просто сделать, чтобы проводить христианскую жизнь. Но знаете, если мы будем знать, как цена это быть в общении с Господом, как цена это быть, пребывать в молитве, то мы будем каждое мгновение, когда мы можем, мы будем общаться с нашим Господом, мы будем очень ценить и дорожить этим. И как мы можем оценить то, сколько стоит молитва в нашей жизни, это сколько мы можем за нее заплатить, или сколько мы можем отдать на то, чтобы иметь общение с Господом. И хороший пример – это Даниил. Когда Даниил был, он был в царском чертоге, но он каждый день молился, он искал общение с Господом, и он три раза в день открывал окна, и он молился, он славил Бога, он просил милости Божьей. И пришло время, когда были злые люди, которые знали, что Даниил, что не станет, он будет молиться, что не станет, он будет славить Бога, он будет искать общение с Богом. Они знали, что он очень предан этому, и они решили сделать такое постановление, чтобы тот, кто будет молиться, кто будет поклоняться, кроме того, как царь, того убить. И как мы читаем Даниила 6, глава 7 стиха, и ниже здесь написано, «Все князья от царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медиатский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, «И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и словословил его, как это делал он и прежде того, когда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. И дальше не говорится, как они сказали царю о том, что Даниил нарушил закон, что он достоин смерти. И царь очень опечалился, он знал, что он не может изменить указ. И здесь дальше с 16 стиха написано, «Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львины. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. И принесен был камень и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмор своих, чтобы что не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи. И сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному. И, подойдя к рву, жалобным голосом крикнул Даниила и сказал царь Даниилу, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю, Царь, вовеки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть вам. И они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобой, царь, я не сделал преступления. Мы видим этот пример о Данииле, что молитва была очень дорога для него. Она являлась очень ценой для него. И он знал, что молитва – это то, что приносит ему силу, то, что вся жизнь его заключается в этом. Если он не убрать от него молитву, то он был готов даже идти на смерть, потому что он знал, что в Господе одном его жизнь, он его славил, он просил милости для народа израильского. И он знал, что это дороже его жизни. Он был готов даже заплатить своей жизни, быть кинутым львиным рову, потому что он знал, что Господь, он с ним, он знал, что Господь будет с ним во всем до конца. И молитва, мы видим, что в его жизни, она была дороже его жизни, потому что он знал, что в молитве он получает все. И без молитвы он не сможет. И знаете, мы видим на примере Даниила жизни, что молитва имела эту великую ценность в его жизни. Но знаете, порой в нашей жизни мы порой променим молитву на другие вещи, которые, может, земные, которые очень проходящие, которые очень быстро пройдут. Мы очень быстро и легко променим то общение с Господом на нашу плоть, на то, что плоть наша хочет, на усталость, на развлечения какие-то. И порой мы не ценим тем общением, которое мы могли иметь с Иисусом Христом, которое мы могли иметь в молитве с нашим Господом. И как в нашей жизни мы можем стать больше и больше, ценить молитвой, как мы в нашей жизни можем дорожить молитвой больше и больше. Мы можем это делать, когда мы будем полностью понимать и знать, что она делает для нас в нашей жизни. Когда мы будем понимать, какой Бог могущественный, какой Бог сильный, когда мы будем понимать то, что в молитве мы соединяемся с нашим Господом, мы можем просить у Него, Он знает наши желания, Он прощает нас, Он освящает нас. И когда мы будем это понимать, тогда мы будем ценить больше и больше. И как написано, это Евреям, 10 глава 19 до 23 стиха, здесь написано, «Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которым Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной веры, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой и чистою, будем держаться исповеданием упования неуклона, ибо верен обещавший». Знаете, мы знаем, что Господь, что Иисус Христос, придя на эту землю, Он принес Себя, чтобы мы имели этот доступ к нашему Господу через Него. Мы можем приходить к Нему, Он пострадал за нас. И через молитву, когда мы обращаемся к Нему, общаемся, то Господь, Он слышит. Мы можем приступать к Нему с искренним сердцем, и, знаете, мы можем приступать к Нему с дерзновением. И это тогда, когда мы искренны, когда у нас сердце чистое, тогда мы можем просить Господа с дерзновением. И, знаете, как важно, чтобы мы понимали то, что Господь сделал для нас, какую цену, как Он дорого заплатил за то, чтобы мы могли приходить к нашему Господу через Него, тогда мы будем больше и больше понимать, как важно нам, как эта цена, как это дорого – иметь общение с Господом, в котором мы получаем все, в котором мы получаем прощение, которое дает нам мир, которое дает нам радость, которое дает нам силу идти за Ним и следовать за Ним. И когда мы больше и больше пребываем в общении с Господом, когда мы больше и больше проводим молитвы, тогда ценнее и ценнее становится молитва в нашей жизни. Когда мы получаем от Господа в нашем сердце это полное удовлетворение, полную радость, полный мир, тогда больше и больше становится это общение с Господом дороже и ценнее. Мы видим, например, о Павле и Силе, когда их забили, брали в темницу, забили ноги в колоде, они там, молясь, воспевали Господу. Они были в общении с Господом, они молились, потому что они знали, что это общение с Господом никто от них не может забрать. Это было очень дорого для них жизни. И хотя они лишались свободы, хотя им было очень больно, но это ценное то, молитва, общение с Господом, оно всегда сопровождало их и всю жизнь. И также, когда мы будем знать о том, как молитва, сколько она приносит и добра другим людям, тогда мы также будем ценить и дорожить этим. И знаете, Иисус Христос, когда был на этой земле, Он также оставил нам этот пример, чтобы пребывать в молитве, чтобы в молитве искать силу. И как мы читаем, это от Луки 6, глава 12 стиха. Здесь написано, что в те дни вошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Мы видим, что Иисус Христос, когда Он служил на этой земле, Он был на этой земле, то Он молился. Он пребывал в молитве. Здесь написано, что Он всю ночь прибыл в молитве. И после этого мы видим, что на следующий день это происходило, когда Он избрал учеников. И после мы читаем 17 стиха. И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа, и все Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и седонских, которые пришли послушать Его, и стелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и стелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и стеляла всех. И Он, возводя очи Свои, на учеников Своих, говорил. И дальше это Он говорит на горную проповедь о блаженствах и очень много наставления, которые Иисус говорил. И мы видим, что Иисус Христос, хотя Он был Сын Божий, Он пребывал в молитве, и мы видим, что когда Он прибыл в молитве всю ночь, после этого написано, что из Него исходила сила и истеляла всех. И мы видим, что Господь, Он, Иисус Христос, когда Он был здесь, Он принимал эту силу от Господа, и Он то, что принимал от Отца, то передавал и людям. И Он оставил этот пример, хотя Он был и Сын Божий, но Он все равно оставил этот пример, Он пребывал в молитвах. И после этого мы видим, сколько много чудес, истелений, сколько Он мог наставлять, учить народ. И знаете, как важно, тем более, как важно в нашей жизни, чтобы мы искали Господа, мы пребывали в молитве, получали эту силу, чтобы мы ценили тем, что иметь это общение с нашим Господом. Мы видим, как Даниил, он ценил молитвы, что он был готов даже пойти на смерть. Но давайте в нашей жизни зададим себе вопрос, что мы готовы платить, чтобы быть в общении с нашим Господом. Является ли молитва неотлеменной части нашей жизни, или мы просто молимся, чтобы... потому что все христиане должны молиться, или когда мы молимся, мы... это мы делаем с томлением, или мы это делаем с радостью, понимая то, что Господь наполняет нас, то, что Он дает нам мир, и, знаете, мы можем очень по-разному молиться. Можно молиться, чтобы... просто потому что нужно, и как-то уже просто... потому что мы все время это делаем. Но мы можем молиться с искренним сердцем, мы можем обращаться к нашему Господу, желая, чтобы Он изменял нас, чтобы Он преображал нас, чтобы мы становились ближе к Нему, чтобы мы получали силу идти за Ним, получали силы другим говорить, получали силу, чтобы другим служить. Знаете, если мы будем с нашим Господом искать Его, пребывать в общении, если мы будем получать от Него силу, от Него мир, когда Дух Святой будет садить на нас, и мы будем получать от Него эту силу идти за Ним, то мы будем очень ценить молитву, мы будем очень ценить общение с нашим Господом, понимая то, что это все для нашей жизни. И давайте мы будем в этой молитве также искать нашего Господа, понимая, что, может, не всегда будет это время, когда мы можем вместе собраться, чтобы вместе молиться, вместе поддерживать друг друга, получать эту силу от молитвы. И давайте в этой молитве обратимся к нашему Господу, будем искать и посмотрим в нашей жизни. Если что-то отвлекает нас от того, чтобы мы пребывали в общении с Господом, то можем нашу жизнь исправить, чтобы мы больше и больше пребывали в общении с Господом и понимали, как ценно это, чтобы быть молитвой с Господом. Аминь.